Всех приветствую на своем канале. Сам себе режиссер. Меня зовут Ольга. Сегодня день пасмурный. Я даже сняла видео на этот счет. Прохладно, поэтому можно стряпать. Когда жарко, не будешь стряпать. Хочется, пирожки доела, раздала. И хочется сделать что-нибудь с клубникой. Я вот перебрала клубнику. Вот такую емкость. Высокую, потому что буду погруженным блендером взбивать. А чем меньше площадь, уже тем лучше взбивается. Потом хочу протереть через сито. Нашла сито. Это еще мамина. Муку просеивали раньше. И через сито протереть. Я не хочу, чтобы были семечки от клубники. А вот это вот китайское сито, ковшом-то который, там крупные ячейки. Через них семечки проскакивают. Даже любую ягоду начинаешь протирать. Может быть, смородину. Любую ягоду и проскакивают семечки. Даже томат протираешь, и то там плоская семечка такая так раскатила. Поэтому у нас вот эти вот сито были. Ретро-сито. Во Францию можно ехать. Борисжит Бордо. Когда не было у нас китайского заселения на нашей родине, пока они на рынок на наш не просочились, у нас такие вот были сито берестяные. Но у них тоже есть мелкая. У меня я муку просеиваю тоже. Пластмасса. Но она маленького диаметра. Долго это. Есть. У меня муку я просеиваю. Это сито как не выбросила. Думаю, ладно, пусть будет. Мало ли, может быть, какой-то сломается. Что, бежать сразу покупать, когда начну делать, и вдруг понадобится. Вот у меня всё такое. Я такая плюшкин-плюшкин. Борюсь этим иногда. Борюсь, как выкину что-нибудь, оно мне обязательно надо будет. Понадобится, обязательно уже такое было. Вот. Хочу пюрировать вот клубнику. Протереть. Сделать белки с клубникой. И, возможно, и даже бисквит спеку. Не знаю, посмотрю. Как настроение. Вот. Но пока хочу всё-таки сделать. Я не делала никогда это. Только читала. Но это то же самое, как безе мы делаем. Только я хочу всё-таки белки залить сиропом горячим. Как мы делаем меренгу. Даже не меренгу, а когда мы делаем базыка. Для цветов на торт. Чтоб торт получился. Ну вот. Всё на этом. Сыпительная часть закончилась. Не знаю, показать вам. Показать. Греметь тоже как-то вроде бы. Я два раза шикнула. Всё открывала. Доставала. Вот у меня мода. Все шкафы пооткрываю и работаю. Чтоб без конца руками их не трогать. Пробжикаем немножечко. Вот и всё. Надо было положить крышечку. У меня такая крышка есть. А я СССРовские. Мы такие, что забываем, что есть у нас приспособление, чтобы не брызгало. Вот её одеваешь, сюда блендер. И уже не брызгает. А я поспешила. Брызгик. Ну чуть-чуть. Слегка. Я потом углубила его. И брызгов особых не было. На блендере немножечко. Чем лучше я взобью, тем лучше мне быстрее можно будет... И быстрее тогда я... Вроде нет ягодок больше. И тогда я протру быстрее. Сахару не добавляла. Потому что зачем мне сейчас сахар? Я потом, если надо, с сахаром взобью. И будем протирать. Очень быстро протирается поварёшечка, я заметила. Ну не знаю, я клубнику не протирала. Можно и ложкой. Но поварёшка очень быстро. Вот так по кругу крутишь. И всё. О, сколько семечек. Они так интересно в зубах застревают. У кого вставлена челюсть, там под... Застревает. Приходится без конца. Это очень плохо. Я хочу вот... Ой, такая хорошая получается. Жаль, я мало прочистила. Но вот этот процесс я не буду долго показывать. И так ничего не сказала. Ну что, только протирать буду. Зачем? Засыпала стакан сахара. Влила грамм 50, даже меньше 20 водички. И вот сейчас делаю горячий сахар. Или как он называется? Боже мой. Тянучка-то это. Для БЗК. Сироп. Сироп. Сироп варится 7-10 минут. Ну вот я на двоечке из 6 возможных. Пока 10 минут уже не буду я показывать. Я уже тем более показывала. Да многие делают. Всем видно, все знают. Сейчас все грамотные. Ну, молодежь откроет кулинаров и посмотрит. Ну вот. Пока буду варить. Пока будет кипеть, густеть. У меня есть градусник. До 180, до 150 надо, чтобы нагрелось. Но я привыкла вот так проверять. Теперь уже зря градусник купила. Видно будет, когда будут бульки такие большие. И тянутся будет такой густой, тянучкой. Ну, как бы конфеты раньше делали. А потом уже буду взбивать. Ну, теперь начнем делать пену. С белков взбивать. Два белка. И пока на средних оборотах. Ой, а включить-то кто должен? Блендер включен. О, зараза, время теряю только. Ой. Не буду шуметь. Теперь заливаем с твоям. Теперь заливаем. Угу. Я не буду шуметь. Я не буду шуметь. Я не буду шуметь. Не буду шуметь. Вleans. И взбиваем 15 минут. Добавляем, прочёртываем, клубнику. Добавляем, понемножку, полонечки. Когда зигир делаем, мы же с мякотью. А вот фрукта делаем, как и здесь. Так будет взбиваться 15 минут. Вот такой цвет получается. Но я краситель не добавляю. Пусть будет всё естественно. Ещё крутить надо долго. Ещё минут семь. Вот сбилась. Машина сама остановилась. Через 15 минут она сама останавливается, перегревается. Пусть мотор маленечко отдохнёт. И мне надо ещё сбить. Для меня это мало. БЗК надо, чтобы оно было получше. Жидкое ещё. Хоть оно и не спадает, но оно жидковато. Попробовала. Нормально, не очень сладко. С кислиночкой и аромат клубники. И семечек там нет. Слава Богу. Я из-за семечек только не могу кушать. Отдохнёт ещё минут пять. Ну, не буду задерживать вас. Вот так теперь меня устраивает. Двадцать пять минут. Убилась. Правда, так теперь меня устраивает. С перерывом 15 минут, потом ещё 10. Жалко, конечно, миксер. Я боюсь перегреется. Вот это нормально. Потому что даже с венчика невозможно убрать. Вот так. Всё. Теперь можно в креманке набрать, украсить шоколадом, кто чем, кто ягодами. А вот у меня были ещё песочные корзиночки. Я внизу соком специально помазала клубничным, чтобы маленько размятки не были такие сухие. Всё. Теперь нужно фантазировать, насколько хватит фантазии. ласточки. Ну, вот как-то так. Тёплый ещё наполнитель ещё тёплый. Безыка это, поэтому ещё маленько расползается. Ну, нормально. Главное, чтобы вкусно было. Я ж не кулинар. Ну, назову ласточкины гнёзда. Или гнёзда птички невелички. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok